Артема мы давно знаем, он и из академии нашей, тем более я сейчас когда в селекционном отделе работал, я ездил с Казанкой на сборы в Турцию, он там очень хорошо себя проявил и заслуженно получил вызов первой команде. То, что касается игры, конечно, первая игра такая сложная, на выезде с очень хорошей командой. Он молодец, не спушевался, сыграл достаточно качественно, я думаю, что так и будет прогрессировать. У него есть все качества, чтобы прибавлять, выходить на новый уровень. Если будет мокро, если будут маленькие шипы, они так будут скользить. Вот, посмотрим, огромные шипы, чтобы не скользили так, в мокрую погоду. Нужны будут, конечно же, в резных шипах, это актуальный вопрос, потому что свой дебют я одел, свой дебют с очами я одел пластиковые, ну и пару раз подскользнулся, подскользнулся, это я еще раз убедился, то, что надо надевать железные. Мне нравится выигрывать особенно, это самое главное, ездить на турниры, получать учебу, ездить по городам и играть хочу в премьер-лиге. Нет, я еще вообще не реализовался, я буду стараться прикладывать все максимальные усилия, чтобы у меня этих игр сложилось много. Достаточно хорошо, без троек, на учебу, учебе уделял большое внимание. Стараюсь учиться, стараюсь попадать на занятия, но не всегда это получается. Смутно помню, помню только то, что у меня папа привил любовь в футбол, он меня первый отдал на тренировку, он со мной очень много занимался. У меня папа привел футбол, я посмотрела одну тренировку мальчишек 2000 года, но я говорю, папа, мне понравилось, я хочу ходить. Помню, нам позвонили из Барнаулу, то что меня приняли в школу, я был очень сильно рад, но я не думал то, что... Еще не представлял, что это будет тяжелое время, потому что я каждый день ездил в Барнаулу, это больше 150 километров, но у меня только хорошие воспоминания о Барнауле. Очень хотел попасть в команду, потому что это уже не бить, как Барнаулу, там очень разные скорости. Ну, конечно, стеснялся, но после первых тренировок было ненормально и ненуженолюбно, можно с ними общаться. Я помню, как я первый раз поехал в Барнаулу, это была для меня долгая дорога, я был еще ребенком, я не мог посидеться на одном месте более часа, для меня это было тяжело. Но я пришел просто, пришел на тренировку, увидел поле, и я люблю футбол и любил футбол. И просто тренировался, конечно, было волнительно, хотелось пробиться куда-то. Артем, ну скажи, пожалуйста, какая твоя самая любимая позиция на футбольном поле? Все хорошие позиции, мне нравится играть. Вот в центре, вот тут, в центре. А почему, скажи? Ну вот тут, потому что тут много объема работы бегать, и это самая опасная зона. Крайние это так, там только оттуда не забивает, а из центра забивает больше всего мячей. По детству, по академии меня пробовали на разных позициях. Кто меня хорошо знает, сейчас может посмеяться, потому что меня и пробовали и крайним нападающим. Это сейчас понятно меня туда поставить, да я не смогу там сыграть. Моя любимая позиция – это центральный полузащитник поближе к обороне. Я люблю распасовывать, отбирать мячи. Были, как я там называл, Серхио Бускец, Хаби Олонсо, Хави. Они уже достаточно возрастные футболисты, нежели когда я это говорил, некоторые уже закончили с футболом. Сейчас потрясающий Серхио Бускец, я от него восхищаюсь, потому что человек с такими физическими данными, не самый быстрый игрок, а играет на самом высоком уровне. Еще бы хотел прибавить Джорджини, мне он очень нравится. Я сейчас провел всего лишь месяц с основной командой. Я думаю, это еще идет период адаптации к мне и к скоростям, к премьер-лиге. Я всегда выкладываюсь на сто процентов, я по-другому не могу. Ну, бывает то, что сейчас еще не все получается, но я еще пока налаживаю связи с игроками, посмотрю, как они открываются. Такие молодые ребята, которые начинают играть, они должны этим шансом воспользоваться. Они должны понимать, что таких шансов может и не быть. И он должен зацепиться и своей работой, своей игрой доказывать, что он готов играть в основном составе. У него для этого все качества есть. Это будущее локомотива. Правильно должен оценить все и работать и работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова